На телеканале Умск ТВ новости смотрите сегодня. На что Диптранс планирует потратить свободные миллионы. Пытался перевести крупную партию наркотиков, но попался с поличным. Сотрудники УФСБ России по Омской области ликвидировали межрегиональный канал наркотрафика и задержали курьера с крупной партией запрещенного препарата. Как пояснили силовики, за зелем в Омск приехал житель Кемеровской области. Он должен был перевести наркотики в Красноярск для продажи. Когда мужчину задержали, у него нашли около 2 килограммов или 10 тысяч доз синтетического препарата на общую сумму в 3 миллиона рублей. Сейчас фигурант заключен под стражу и ждет решения суда. Его обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере с использованием сети интернет. Следственным подразделением УФСБ России по Омской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере с использованием сети интернет. По ходатайству следствия задержаны заключен судом под стражей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Запах свежей краски – символ нового учебного года. Такую народную мудрость отметили депутаты в ходе объезда по Ленинскому округу. Председатель Омского городского совета Владимир Корбут проверил, готовы ли местные школы к 1 сентября и как продвигается благоустройство объектов по программе формирования комфортной городской среды. Первая точка – школа номер 104. Здесь обучаются 910 человек. Всего 31 класс. Это у нас класс начальной школы. Двери вот эти были неприспособленные, мы поменяли. С этой стороны и аналогичная дверь с той стороны, точно такая же. Школа оснащена учебной мебелью, компьютерами, техническими средствами обучения. Имеются интерактивные доски и лабораторное оборудование для опытов. В кабинетах наглядные пособия. Строение школы, вот это, 57-го года постройки. Площадь кабинета рассчитана на 21 человек. Но мы ставим по 5 рядов, садим 30 детей, потому что этот район, вот тут построили многоэтажные дома. Очень много людей заселяется и приезжает с деревень, с Казахстана на наши дачи. В новом учебном году здесь откроется 5 первых классов. Директор уверяет, учебников хватит на всех. 104-я школа в прошлом году стала участником объединения региональной инновационной площадки стартап общего образования. Теперь здесь работают над обновлением методического материала, чтобы совершенствовать систему образования в Омске. Не только педагогический коллектив готовился к обновленным образовательным стандартам, но и все технические работники, и благодаря нашим социальным партнерам, благодаря нашим родителям, мы подготовили наше образовательное учреждение в плане техническом. Были отремонтированы абсолютно все кабинеты, были отремонтированы все наши здания. Благодаря средствам, выделенным городским советом, были устранены части предписаний пожарной инспекции. Это федеральная программа «Цифровая образовательная среда», по которой мы получили в этом году три интерактивные панели, полностью кабинеты, оснащенные ноутбуками. Также депутаты проверили готовность школы номер 107. Там провели ремонт перед началом учебного года. За парты сядут 1337 учеников, 56 из них на дошкольном образовании, первоклассников – 120. Недочетов не выявили. Делегация из Омского горсовета отправилась на следующий объект. Это, конечно, хорошо, когда оно все ровненько, по технологиям и самое главное служит. Гарантия сколько получается на покрытие? От трех до пяти по разному. В зависимости от контракта, да? От контракта, от рук, от погоды, от составляющих. В 2018 году в Омске начали благоустраивать общественные территории по программе формирования комфортной городской среды. В 2021 стартовало обновление сквера «Красной звезды». Здесь обустроили детскую площадку, малые архитектурные формы, проложили асфальт, восстановили освещение. В 2022 подрядчик оборудовал спортплощадку, причем уникальную. Спортсмены и тренажеры надежно укрыты от капризов погоды под крышей. В Омске другой такой площадки не найти. Еще здесь проложили беговую дорожку. Сейчас идет обустройство входной группы. По плану – высадка крупномерной ели. Сумма контракта – более 8,5 миллионов рублей. Самое главное в том, что работы производятся качественно. И когда объекты продолжают работать, совершенствоваться не один год, не за один период, а одна, вторая, есть еще и третья очередь, то это, наверное, говорит о том, что мы делаем комплексный подход. Мы видим о том, что работа, которая проделана в этом году, она достаточно большая по объемам именно и человеческих ресурсов, и финансовых. Но самое главное в том, что мы видим, что в дальнейшем нужно продолжать данную работу. Депутаты проехали около 30 километров, чтобы добраться до одной из самых отдаленных частей Ленинского округа. Это микрорайон входной. Со 2 по 31 августа 2021 года в Омске проводили общественное голосование. Жители сами выбирали, какие территории в жилых массивах и спальных районах благоустроят. В список вошло пространство напротив дома 19-2 во входном. В настоящее время выполняется восстановление пешеходно-тропиночной сети и будут установлены лавочки и урны. Объемом проекта порядка 5 миллионов. В принципе, подрядчик пока двигается в графике. Мы планируем, что к 1 сентября мы эту территорию завершим. В этом микрорайоне благоустраивают еще один объект – территорию рядом с домом номер 31. По проекту на лужайке должна появиться детская площадка и малые архитектурные формы. Но пока подрядчик только выбрал грунт под асфальт и обустроил поребрики. Хотя работу нужно сдать до 1 сентября. Чиновники заверили – будут побуждать рабочих к еще более активным действиям. Вопрос на контроле у депутатского корпуса. Мы посмотрели на примере поселка Входной проблематику вообще удаленных территорий, которых в Омске очень большое количество. Это тот же Входной, это тот же Дальний, Черемуховская, Светлый и так далее. Вот эти территории все. И проблематика, в общем-то, примерно везде одинаковая. Это и слабое полицейское прикрытие, это слабое медицинское обслуживание. Когда губернатор проводил объезд Ленинского округа, эту проблему мы вместе с Владимиром Валентиновичем, я имею в виду проблему удаленных территорий, поднимали. Он уже тогда дал указание присутствовавшему там мэру и нам, и, скорее всего, новому составу городского совета, о том, чтобы продумать отдельную программу именно по удаленным территориям. Депутаты только готовятся сформировать конкретные предложения. Одно из таких – специальный коэффициент оплаты труда для учителей, работников КТОСов, медиков на удаленных территориях. Эта задача требует детальной проработки и комплексного подхода. Подытожили в результате объезда депутаты Омского городского совета. Дополнительные антиковидные меры в школах вводить не собираются. По крайней мере, пока. С таким заявлением на совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора выступила Анна Попова. Заболеваемость коронавирусом растет с каждым днем, однако ужесточение ограничений в учебных заведениях не требуется. Но региональным санитарным ведомствам не стоит расслабляться. Попова подчеркнула, необходимо уделить особое внимание соблюдению действующих санитарных требований. Отметим, что в Омской области пока не введен и обязательный масочный режим. Специалисты Роспотребнадзора выпустили лишь рекомендации по его соблюдению. Это связано со всплеском заболеваемости. Количество зараженных коронавирусом в регионе преодолело отметку в 300 человек за сутки. Впрочем, ситуация, в том числе в плане ограничений, может измениться в ближайшее время. До конца августа власти планируют собрать очередное заседание оперативного штаба. Омская аварийная гимназия номер 88 получила еще один шанс на ремонт и новую жизнь. Местные власти накануне нашли подрядчика, который восстановит здание. В ближайшее время компания подготовит проект и приступит к работам. Напомним, объект признали аварийным в 2019 году. Тогда в сентябре случилось ЧП. На одну из учениц рухнул потолок. Позже детей перевели в другие учебные заведения, школу закрыли. Ремонт затянулся на три года. Прошлый подрядчик, которого определили в апреле 2021, выполнил работы ненадлежащим образом. Контракт с ним расторгли пару месяцев назад. Строителям предстоит усилить фасад здания, перегородки лестниц, площадки и перекрытия, а также отремонтировать кровлю. Если в этот раз все пройдет успешно, гимназий откроет свои двери уже в 2023 году. Каток спорткомплекса «Сибирский нефтяник» могут открыть раньше срока. Строительная готовность объекта за полгода до ввода в эксплуатацию уже превысила 85%. Ход работы оценил первый замминистра спорта региона Иван Колесник. Фасад здания уже полностью готов. Подрядчик приступил к установке окон. Сейчас завершается внутренняя отделка, устроенная электрощитовая. В августе рабочие приступили к монтажу огнезащитного теплоизоляционного слоя на металлические конструкции. Продолжается прокладка систем водопровода и водоотвода. А параллельно ведется благоустройство территории и установка систем наружного освещения. По документам, полностью завершить строительство подрядчик должен до 25 декабря этого года. Техническая готовность крытого катка уже превысила 85%. Мы в графике и планируем уложиться в установленные сроки. Подрядчик уже смонтировал огнезащитный слой на трех блоках катка и скоро приступит к работам на четвертом. Поэтому мы, конечно, рассчитываем уже совсем скоро открыть объект. В Омске может появиться гораздо больше новых автобусов, чем планировали власти. Профильный департамент мэрии сэкономил на закупке экотранспорта почти 74 миллиона рублей. Напомним, начальная цена контракта на приобретение 22 машин составляла 400 миллионов рублей. Однако ее удалось снизить. Новая партия – низкопольные автобусы с пандусами для инвалидов, рассчитанные на 95 пассажиров. С автоинформаторами, системами видеонаблюдения, кондиционерами и устройством вызова экстренных служб. Как отметил глава Дептранса Вадим Кормилец, на свободные миллионы уже есть планы. По итогам проведения торгов произошло снижение начальной цены контракта на 18%. В дальнейшем мы планируем реализовать возможность размещения дополнительной закупки автобусов на сумму сэкономленных денежных средств. Дело омских дольщиков может сдвинуться с мертвой точки. Речь о тех, кто приобрел квартиры в Долгострой и на улице Перелета. Многоэтажный дом номер один – часть квартала «Романтиков». Теперь именуется жилым комплексом «Весна». Фонд защиты прав дольщиков заказал комплексное обследование объекта почти за 13 миллионов рублей. Специалисты определят техническое состояние дома, проведут инженерные изыскания, геодезические и геологические работы. Документы в будущем помогут составить смету для достройки здания. Напомним, многоэтажку должны были закончить 6 лет назад, но сроки постоянно переносились. В 2018-м Кировский суд обязал подрядчика достроить дом. Однако этого не случилось. Три года назад готовность не превышала 60%. И только в 2021-м фонд принял решение все же завершить долгострой. Тогда же застройщика признали банкротом. Когда долевая эпопея закончится, дом будет состоять из трех секций – в 12, 14 и 16 этажей. Он рассчитан на 353 квартиры. По данным фонда, итоговая цена вопроса – 62 миллиона рублей. Природному памятнику ничего не угрожает. В региональном Минэкологии отреагировали на слухи вокруг строительства банного комплекса на землях Дендросада имени Гензе. Напомним, омские СМИ сообщали, что местный предприниматель оформил собственность участки между улицами Красный Путь и Второй Кольцевой, чтобы организовать там досуговую зону с термальным комплексом. Общественники восприняли эту информацию неоднозначно. По их мнению, грядущий перевод земли из одной категории в другую обернется масштабной застройкой и гибелью зеленой зоны. Этот вопрос в числе прочих обсудят на общественных слушаниях по внесению изменений в правила землепользования и застройки. В областном Минэкологии уточнили – указанные участки не относятся к числу особо охраняемых. На территории, которая включает в себя собственно Дендросад имени Генза и природно-рекреационный комплекс Старозагородный, коммерческие объекты возводить никто не планирует. Там могут размещаться лишь постройки, которые необходимы для их функционирования. Так или иначе, судьба зеленой зоны станет ясна после открытого обсуждения. Подготовка к нему уже завершается. Пешеходы или водители – пока непонятно. В ГИБДД заявили, говорить о введении прав для владельцев электросамокатов пока рано. Накануне в эфире телеканала «Россия-1» начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Омской области Наталья Боболева рассказала о том, что специалисты работают над поправками в законодательство. Если электросамокаты все-таки признают транспортом, а мечам придется получать права. Предположительно, категории М. Впрочем, это дело не близкой перспективы. О необходимости таких изменений заговорили из-за большого количества ДТП с самокатчиками и травм, которые они получают. Недавно заведующий травматологическим отделением БСМП номер один Олег Казарь рассказал, что обеспеченные издаки обращаются за помощью к медикам каждый день. Одно из самых тяжелых увечий – перелом бедренной кости, при котором человек теряет много крови. Помимо этого, мечи часто травмируют голени, лодыжки и предплечья. Несколько поездок закончились тяжелыми травмами головы. Предпринимателям будет проще оспорить плановые и внеплановые проверки во время моратория. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Напомним, режим, который ограничивает действия контролирующих органов в отношении бизнеса, установлен на территории всей страны до конца 2022 года. Таким образом, предприниматели избавляют от лишней административной нагрузки. Свобода от проверок на протяжении года позволит им быстрее восстановиться и продолжить нормальную работу, уверены законодатели. Теперь в случае нарушения режима со стороны органов власти, бизнесмены смогут подать жалобу онлайн через портал Госуслуг, заверив документ электронной подписью. Аппарат правительства в режиме реального времени следит за соблюдением моратория на проверки бизнеса с помощью специальной информационной системы. Тем не менее, ключевой оценкой для нас является обратная связь от бизнеса. Поэтому мы создали максимально удобную возможность пожаловаться на нарушение моратория. Редактор субтитров А.Семкин